Три вопроса, как ты понимаешь, что твое решение правильное как предприниматель и третье это как ты очень классный вопрос правда по поводу первого вопроса как понять кто кто ты какое твое призвание и миссия это как раз то с чем я сейчас работаю с предпринимателем которых я ментарю одна из самых главных ошибок которые делают люди которые ищут себя они думают что себя можно найти и найти это не так если ты если ты пошел на путь саморазвития доступ ступил на тропу саморазвития то у нее нет конца нет такого понимания что вот все я нашла себя и это я ты находишь себя на какой-то период и хорошая аналогия может быть имеет у кого-то негативная ассоциация но змея она когда вырастает из своей шкур она ее сбрасывает вот то же самое происходит с личностью человека если вы думаете что вы там змея его вот такая змея и все то вы все равно дойдете до момента до кризиса где вы поймете что ну все уже не работает вы будете возвращаться к моменту думаю но я же был в инде я же медитировал я же нашел себя мне же казалось что я знаю кто я это не так представьте себе сразу задачу что это не вы будете все время возвращаться к себе и хорошим примером является книжка дэмонт каттер майкла роуча и вообще думая о человеке как о кристалле вы выпиливаете грани себя и своей личности каждый год каждый момент каждый каждый взлет и каждое падение и чем чаще вы задаете себе вопрос а лучше задавать этот вопрос каждый день как я могу стать лучше как я могу стать лучше в том что я делаю для меня лично это стало достаточно недавно честно признаюсь недавним открытием это спрашивать у людей что я делаю не так что я делаю плохо я перестала искать похвалу я начала искать критику здоровую критику и когда ты каждый день задаешь этот вопрос себе своим менторам своим друзьям своим коллегам то шанс того что вы придете вот этот кризис где вы черт я потерял себя я не знаю кто я что я делаю куда еду намного ниже потому что вы каждый день себя полируете вы каждый день находите эти грани в украине нелегально говорить на эти темы но у меня был момент жизни когда я осознала что мне надо очень-очень много работать над собой и я увидела большое количество своих несовершенностей и ограничивающих меня саму убеждение ограничивающих меня саму качеств это произошло 7 лет назад и с тех пор это просто постоянный постоянный период и с тех пор у меня было вот два наверное таких identity crisis а когда мне казалось что ну вот все я потеряла себя несмотря на то что я все равно всегда над собой работала мне казалось что я вообще не знаю что я делаю куда я иду и чаще всего это происходит в моменты фэйла а